Ну что, всем здорова! Короче, я продолжаю заказывать восстановленники с Алиэкспресса, точнее не с Алиэкспресса, а с Вайлдберриса, что я уже заговариваюсь. Алиэкспресс я раньше заказывал, сейчас на Алиэкспрессе уже дороже, чем на ВБ стало. На ВБ заказал, была цена 14 тысяч, сейчас смотрю, аналогичные стоят уже по 18, представляете? Я заказал за 14 с лишним, а сейчас они уже по 18, то есть цена выросла очень сильно. Вот, посмотрите, ребят, 15, 18, но я брал за 14, за 14 XS в самой минимальной версии. Короче, продавец отправил еще вот такой чехол, это восстановленный телефон, сразу скажу, это не новый, новых их уже давно-давно нет, в природе не существует. Он выпускался в каком году? В 2018, да? Да, в 2018. Но он, видите, запаян, типа как новый, с завода, на самом деле это все уже потом делалось продавцом. И когда они продавались в 2018-19 годах, не было еще таких коробок тонких. Тогда они все оригинальные, заводские, продавались в толстых коробках, понимаете? А это уже на новый лад сделан, новодел. Коробка не оригинальная. Вот он, сам айфон, я заказал в белом цвете, ну, думаю, черный, наверное, будет слишком просто, золотистый у меня, ну, как-то не особо. А вот беленький, он, типа, смотрится круто. И, кстати, посмотрите, реально, как круто смотрится вот эта хирургическая сталь, как они пишут, да, очень красиво, так стильно. Вот эта камера уже такая маленькая по нынешним временам, сейчас уже никто так не делает. Блин, ну она какая-то вся с щелями, туда как будто то ли клей какой-то попал, то ли что, она грязная. Вот первые минусы восстановленного айфона. Здесь, смотрите, вот этот переключатель, он тоже какой-то грязноватый, что ли. Здесь вот что-то торчит из корпуса. Ну, за 14 тысяч взял айфон, что я хотел, да? Так, разъемчик для зарядки вроде чистый, вроде нормальный. Вот эти отверстия, динамик, микрофон тоже вроде чистый, пыли там не наблюдаю. Сам айфон, ну, довольно в нормальном состоянии. Стекло сзади, стекло спереди. По габаритам он маленький, он компактненький, 5,8 диагональ. В руке в одной лежит хорошо. Вот даже сейчас он такой обтекаемый, знаете, все здесь еще такое закругленное, не плоское, поэтому он в руке лежит просто идеально. Просто обалдеть, вот это эргономика. Но скользкий, довольно скользкий, потому что он весь глянцевый, весь такой прям норовит, норовит выпасть. Даже сейчас, мне кажется, в 24 году, уже почти 25 год, он смотрится довольно-таки неплохо. Да, хотя ему уже 6 лет. 6 лет назад вышел, но по внешке мне прям он заходит. Еще особенно вот это яблоко, которое было не по центру, а вверху. Надпись iPhone придает какой-то олдскульности и приятных таких впечатлений, да. Даже как-то больше эмоций, чем от новых айфонов. Ну, реально, я вам сейчас покажу 16-й, и вы посмотрите, насколько он скучный на фоне вот этого нового. На фоне XS, точнее. Вот, ребят, 16-й iPhone. Ну, как по мне, 16-й смотрится реально неинтересно, скучно на фоне XS. Ладно, включаю XS. На экране ничего не наклеено. Здесь еще большая монобровь. Я надеюсь, что хотя бы аккумулятора будет хватать на 3 часа работы, потому что у них очень слабые аккумы. У всех восстановленников это просто самая главная их беда. Самая главная проблема – это аккумуляторы. Аккумуляторы стоят неродные и низкого качества, и, соответственно, разъезжаются очень быстро. Ох, ё-моё! Все, аккумулятор уже севший. А жирная рама еще какая снизу. Все, это точно экран меняли. Блин, какая жирная рамка. Не могло такой жирной рамки быть. Вы посмотрите, это как будто бюджетный Android взял. Это что такое вообще? Ё-моё! XS взял за 14 тысяч. Какие рамки толстые! Ё-карный баба! Еще и батареев усажено сейчас. Я даже его не смогу, наверное, настроить сейчас. Да ну нафиг! Зато продавец положил подарков, ё-моё! Которые там 100 рублей чехол стоят и 200 рублей вот это стоит. Кабель Type-C, Type-C, Type-C и Lightning. Тоже новомодный кабель. Раньше же Type-A, Lightning, чоу. А тут уже как у современных. Так, это что такое? Это у нас тут какие-то бумажонки и скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Ну и все. В принципе, больше ничего. Типа комплект новый, современный. То есть даже в восстановленных айфонах экономят, чтобы не класть вам блок питания. Делают под новодел. Старые типы айфонов делают типа с новым комплектом, в котором нет блока питания. Тем самым экономят еще больше. Да, внешка нормальная, но вот внутри. Двигаемся дальше. Продолжить. Face ID. Вот это тоже очень важная вещь. Если она работает, это уже хорошо. Так, окей. Первое. Второе. Вроде работает. Так, запомнил он меня. Ух, что же здесь с аккумулятором? Ну, я уверен, что здесь он будет сейчас показывать типа 100% здоровья, как всегда, да? Они программируют это на 100%, чтобы он всегда показывал 100%. На самом деле там может быть уже процентов 60. Так, ничего переносить не будем. Apple ID сейчас зайдем. Ну, ребята, все. Короче, настроил я вроде как. Так, смотрим на экран, да? Кажется, что экран желтит. Возможно, True Tone включен. Да, True Tone действительно включен. Из-за этого, кажется, такая желтизна. Ну, что завис. Так, смотрите. Ух ты, да то вроде нормально. Ух ты, уху-ху-ху-ху. Ух ты, смотрите какой экранчик. Яркий туалет, матрица уже 60 Гц, естественно. А как иначе? Аккумулятор, состояние аккумулятора 100%. Ну, а кто бы сомневался, конечно. Бывает что ли по-другому у установленных айфонов? Ну, вроде как экран нормальный. Вроде как. Я думал, будет хуже. Довольно яркий, насыщенный. Углы обзора нормальные. Так, проверяем, беззвучный режим работает. Да, переключатель работает, громкость кнопки работает, увеличивает, уменьшает. Так, что-то он походу сейчас чуть-чуть скинул. 4% аккумулятор всего заряжен. Так, еще хотел посмотреть по звуку, сразу проверить звук. Динамики работают, нет? И не хрипят ли они? Включаем максимум. Динамик что-то тихий. Что-то тиховато. Блин, что-то тихий. Здесь вообще стерео. Может быть он такой и есть, просто я привык к современным айфонам, у них-то динамики погромче. Но после современных мне вот этот динамик кажется тихий. Прям вообще тихий. Чуть пониже яркость. Шима вроде я не вижу. Мерцание экрана. Ну, сейчас полосы идут медленно так. Но это, в принципе, нормально на аулет-экране. Звук есть, но, как по мне, он какой-то тиховатый. Камеру проверяем. Ой, минус-минус. Так, лайф фото убираем. О, уже 2%. 2% уже снялось. Сейчас выключится. Оба-на! Фотка с фронталки. Ух, ее фронталка-то здесь уже такая шумная, зернистая вообще. Жесть. Да, фронталка сейчас как на бюджетном андроиде. У какой-нибудь Infinix 1015. И то будет пободрее. Задняя камера хорошая. Задняя камера имеет максимальный зум 10х. О, а почему 10? А, здесь же телевик. Подождите, здесь вторая камера. Это не ширик, а телевик. Точно, я вспомнил. И, кстати, здесь интересная связочка. Это лучше, чем в XR, где одна камера. Здесь хотя бы телевичок есть. Но все равно, видите, какое зернистое все получается. Ну-ка, сейчас на основную камеру сфотуюсь. Сам себя. Так, а вот здесь уже качество лучше должно быть, чем на фронталке. И оно... Да почему оно не растягивается туда? Да блин, ну слушайте, да, качество все равно не особо. Уже не впечатляет после современных телефонов. Ну, правильно, уже 6 лет прошло после выхода этого телефона. И здесь даже ночного режима нет. Или есть? Нет, нету ночного режима. Да, это уже настолько устарелые технологии. Но зато 4К 60 FPS. 4К 60 FPS на фронталку. Full HD 60 кадров. Ну, давайте сейчас попробую сделать что-нибудь еще ночью фотку, если успею. 1% остался, блин, не успею, наверное. Ребята, вот такая вот фоточка в ночное время. Тут астигматизм, да, от этого света. Ну, ночного режима нет, поэтому все темное, темное, темное. Камера работает, 1%. Все, все, сейчас у меня выключается уже все. Надо будет его сейчас еще на подзарядку поставить. Так, и пробить его по... А, кстати, сколько версии? Какую я версию взял? Я взял версию на 64 гигабайта. Самую-самую-самую минимальную. Установлена сейчас версия iOS 17.6. Но, как я знаю, здесь еще должна iOS 18 поддерживаться на этом айфоне. И сейчас он должен ее найти. Да, действительно, можно iOS 18, самую новую, самую актуальную, еще поставить на этот айфон, который я купил за 14 тысяч рублей всего. Можно пользоваться самой последней версией iOS. Но даже если вы не будете обновлять его, будете на 17, и все равно у вас все приложения из App Store будут ставиться. Пока еще я не встречал такого, чтобы какое-то приложение требовало прямо именно iOS 18, чтобы было установлено на телефоне. Так, ну ладно, сейчас я его поставлю на зарядку, хотя бы чуть-чуть подзаряжу, иначе совсем он у меня сейчас выключится реально. Маленько подзарядил, и еще обновил прошивку. Теперь у меня уже установлена iOS 18.8.1.1. Видите, обновилось все нормально, все четко. Также в Antutu я его протестировал. В Antutu он выдает... Э, подожди, а что ты опять начал тест, что ли? Я же уже тестировал его. Зачем он загружает снова? AIDA64. Процессор здесь шестиядерный Apple A12. Такой же стоял в iPhone XR, XR, XS Max. 2,5 ГГц частота, 7 нанометров, 6 ядер. Памяти здесь 4 ГГц оперативки, 64 встроенной памяти. Ну и экран 5,85, 19,5 к 9, 458 ppi. И разрешение 2,436 на 1125. Четкость картинки хорошая, нормальная. 60 Гц. Еще раз захожу в Antutu. Вот, 700 тысяч почти выдает. Ну, в принципе, сейчас уже по нынешним меркам результат не сильно большой. Но за 14 тысяч рублей может быть и нормально. За 14, наверное, даже новое Android ты не купишь с таким результатом. Реально. Какой-нибудь даже IQ за 9х, ну там будет 560 тысяч. Вот. Но он будет новый. Так, и по этому я хотел его еще по номеру, серийному номеру посмотреть. О, подождите-ка, EMEI. Почему тут 2 EMEI? Тут что, 2 сим-карты, что ли? Вот на это я почему-то не закладывал, внимания не обратил. Подождите, что, серьезно? Что, 2 сим-карты? Почему 2 EMEI? Так, открываем. Сим-латок находится с правой стороны, под кнопкой включения. Да нет, походу. Это же на одну сим-карту отток. Почему 2 EMEI тогда? Что за ерунда такая? Хоп. Ставил обратно. Так, серийный номер. Где серийный? Вот серийный номер. Сейчас посмотрим. Срок действия гарантии уже вышел. Понятное дело. iPhone уже старый. Конечно, вышла уже гарантия. Ух ты, смотрите, ребят, прикольно. Мой телефон был сделан в 2019 году. Он белого цвета, числится как белый цвет, да. Вот. И iPhone XS. Все. И он был выпущен уже под конец его существования, да. Когда он уже вот в последние недели. Его выпускали всего год. То есть у меня одна из последних партий. Цвет Silver. Все совпадает. Версия у меня для 1.19.20. Для США, Канады, Гонконга и Пуэрто-Рико. Вот. Ну, в принципе, нормально все. В целом он бьется как белый, да. Выпущен в 2019 году. Ему 4 года. Сейчас в конце 2019 года. То есть вообще нормально. Ему еще даже... Ну, вот скоро уже будет 5 лет. Вот. Так, что еще хотел посмотреть-то? А, Сирии я хотел проверить. Ну, Сири. Привет, Сири. Не включена здесь привет, Сири. По умолчанию, да. Так, так. Вот Сири. Сири должна работать. Э, а что она не хочет? Привет, Сири. Привет, Сири. Как дела? А что она не говорит? Сири, расскажи анекдот. Почему она без звука-то? Я вообще не поймаю. Ответы Сири. Блин, почему она без звука? Я же вроде включил. Голос. Ну, вот. Яркий закат плавно сменяется сверканием луны и звезд на ночном небе. Привет, Сири. Расскажи анекдот. А, короче, не получается. У меня что-то Сири... Сири, привет. Поставь будильник на 8 утра. Привет, Сири. Поставь будильник на 8 утра. Что-то она в беззвучном режиме работает, короче. Но задание выполняет. Слышит меня, то есть микрофон работает. Да, ребята, вот такой вот айфончик, короче. Ну, что могу сказать? Айфон как айфон, да? Вроде как, ну, заряжается он быстро, как и разряжается. Батарея здесь небольшая. Я его поставил на зарядку. Вот он сейчас заряжался, заряжался. На 56% зарядился, но при этом он у меня еще и обновился, успел. Antutu Benchmark прошел, то есть нагрузка была немаленькая. Из минусов то, что очень большая нижняя рамка. Меняли экран, видимо, и как-то, ну, рамки здесь реально здоровенные. На оригинальных айфонах поменьше рамки. Но в целом так, вроде как, более-менее все нормально. Еще куда не шло. Блин, такое чувство, что здесь наклеена пленка, да? Что-то меня вот камера смущает. Что-то она какая-то фиг его знает. Как будто там, может, пленка эта защитная, или что, я ее убрать хочу. Как будто пленочка наклеена, а? Ладно, не буду сейчас колупать, а то, может, это и так и надо. В общем-то, вот такие вот дела. Ну, давайте сейчас еще в портретном режиме сделаю фотку. Он же портреты умеет классные делать благодаря телевику. И, кстати, когда портретный режим включаешь, он сразу переключается на телевичок. Ну, такой портретик получился. Ну, сейчас уже, конечно, не впечатляет. Когда он выходил, тогда это было прям круто. Сейчас уже портреты получше. Что-то он ухо размыл. Вот здесь волосы чуть-чуть размыл. Кусок. Да, сейчас уже портреты получше бывают. Есть, кстати, еще портреты на фронталку. Можно тоже здесь разный тип цвета выставить. Ну-ка, сейчас как он с ухом будет показывать. Ну, такой вот портрет на фронталку. Ну, тоже сейчас уже, конечно, не впечатляет. Сейчас любой бюджетник так может делать. В общем, вот такой вот iPhone. Вроде все работает. Нормальный, прикольный, стильный, легкий, компактный. Брал за 14. Сейчас почему-то цены выросли. Вот. Комплектация типа новая, но блока питания нет. Зато продавец положил чехол и стекло. Вот. Так вроде все более-менее нормально. Ну, аккумулятор, посмотрим, греется сильно. Греется вот в этой области. Прям нагрев такой серьезный. Да, и с последней я его обновил. 55% аккумулятора сейчас. На этом буду с вами прощаться. Всем удачи. Всем до скорых встреч. Всем пока.